Здравствуйте, уважаемые учащиеся учителя! Областной центр формирования здорового образа жизни рад приветствовать вас на интерактивном уроке. Тема нашего урока сегодня это профилактика ВИЧ-инфекции, СПИДа, то есть все, что должен знать каждый человек на сегодняшний день. Что такое ВИЧ и в чем разница ВИЧ от СПИДа? ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Аббревиатура расшифровывается вирус, буква В. Это мельчайший примитивный организм, паразит. Он непосредственно живет и размножается в клетках другого организма. Иммунодефицит – это потеря организмов, способности сопротивляться инфекциям. И буква Ч означает «человек». Это означает то, что ВИЧ может жить только в организме человека. ВИЧ вызывает заболевание, которое называется ВИЧ-инфекция. То есть эта инфекция вызывает разрушение иммунной системы. Вот, посмотрите, ВИЧ-вирус иммунодефицита человека. Ну и на картинке изображено строение этого мельчайшего вируса. Последняя стадия ВИЧ-инфекции – это СПИД. Мы называем СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Синдром – это признак определенного заболевания. Приобретенного означает то, что это не врожденное заболевание, а приобретенное в результате заражения ВИЧ-инфекцией. Ну и иммунодефицит, как мы уже говорили ранее, это потеря организма, способности сопротивляться инфекциям. Необходимо четко понимать, нет заболевания СПИД. Есть заболевание ВИЧ-инфекция, которое заканчивается последней стадией, которая называется СПИД. История гипотеза ВИЧ-инфекции. Откуда взялся этот ВИЧ? Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет, и ученые выдвинули несколько гипотез. Первая из них – это ВИЧ существовал достаточно так и давно, и в результате экологических и технологических катастроф мутировал и стал агрессивен по отношению к человеку. Вторая гипотеза – это носителями опасного вируса сначала были зеленые мартышки, но каким-то образом вирус перешел и от них передался людям. Следующая гипотеза – это вирус получился случайно. Вследствие того, что ученые пытались создать лекарство от рака, получили ВИЧ, и эксперимент вышел из-под контроля, и он заразил человека. По другой версии ВИЧ – это биологическое оружие времен Холодной войны, и его специально изобрели в секретных лабораториях. Другие считают, что вирус – это просто-напросто происки внеземной цивилизации. Насколько гипотез бы не существовало, в основном спор идет между первых двух гипотез. Обе сходятся в том, что вирус действительно живет на Земле уже давно, ну вот попал он к нам от зеленых мартышек или как-то иначе, то есть ученым еще нужно выяснить. Теперь об истории развития ВИЧ-инфекции. В 1978 году несколько пациентов в Швеции и США обращаются к врачам с симптомами болезни, которые в будущем назовут ВИЧ-инфекцией. В 1982 году появляется термин слова «спид». Ученые подозревают, что новое заболевание связано с кровью, но причины пути передачи данного заболевания еще неизвестны. В 1983 году француз Люк Монтье из Института Пале Пастера открыл вирус иммунодефицита, то есть ВИЧ, который и вызывает СПИД. В 1985 году ученым удается выяснить, вирус передается через кровь, сперму и вагинальный секрет и материнское молоко. Появились первые тесты на ВИЧ. В 1991 году профессиональный баскетболист Мэйджик Джонсон одним из первых признался «Я ВИЧ-инфицирован». От СПИДа умирает и культовый музыкант Фредди Меркури, лидер группы Queen. 1 декабря в 1988 году был объявлен первый Всемирный день борьбы со СПИД. В этом году, в 2018 году, отмечается 30-е годовщина Всемирного дня борьбы со СПИДом. И темой этого года стал знать свой статус. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире общее число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, превысило 35 миллионов человек. Самым неблагополучным регионом остаются государства Африки. И на данный регион приходится до 70% всех случаев ВИЧ-инфекции. В Казахстане же на 1 октября 2018 года зарегистрировано более 34 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. В нашей области общее количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных на 1 ноября 2018 года составило 3881 человек. По оценкам ЮНЕЙТ, более 9 миллионов человек, живущих с ВИЧ, по-прежнему не знают своего статуса. Сегодня уже ясно, ВИЧ-инфекция не выбирает по полу, социальному положению, национальному или сексуальному признаку. Данная болезнь есть, и с ней нужно научиться жить. Общее сведение теперь хотелось бы рассказать о ВИЧ. Что представляет собой этот вирус, и как он внедряется в организм человека, и каким образом разрушают нашу иммунную систему. Иммунная система человека, если представить, это армия клеток, которые стоят на страже нашего организма. Они отражают атаки бактерий, паразитов и различных вирусов, подвергающих на наш организм. В этой армии есть несколько подразделений. Первая группа клеток это Т-лимфоциты, так называемый командный пункт иммунной системы. Мы их еще называем по-другому клетки-помощники. Они первые обнаруживают вирусы и другие бактерии, и передают приказ остальным клеткам, клеткам-защитникам, атаковать. Б-клетки это так называемая служба внутренней безопасности. В ответ на приказ Т-лимфоцитов, они начинают метить чудо-родные микроорганизмы и специальным белком, то есть антителами. Отмеченные вирусы начинают подвергаться действию других клеток, клеток-убийц. Т-хелперы это своего рода спецназ этой иммунной системы. Они напрямую уничтожают эти болезнодотворные организмы из внешней среды. Вся проблема в том, что именно Т-лимфоциты, то есть те клетки, которые распознают данные вирусы, являются главной мишенью ВИЧ-вируса. Захваченные клетки не могут отдавать приказы защитным подразделениям, иммунная система ослабевает, организм становится уязвимым для возбудителей любых инфекций. И большинство из которых при нормальной работе Т-лимфоцитов были бы для организма человека не опасными. Но теперь ничто не мешает развитию болезни. Развиваются такие, как воспаление легких, рак кожи, грибковые заболевания. Через несколько лет это приведет к последней стадии ВИЧ-инфекции, СПИД. У болезни есть несколько стадий. На первой стадии вирус проникается в человека, и пока иммунная система на первых порах начинает активно сопротивляться, ВИЧ быстро размножается, поражая клетки иммунной системы. На второй стадии иммунная система активно борется с ВИЧ. Организм успевает даже восполнять потери при первой стадии подверглись атаке, но работа этих клеток уже на пределе. На третьей стадии самочувствие у человека все еще нормальное, но начинаются сбои. Иммунная система уже не может производить достаточное число клеток защитников, и их становится все меньше. Все эти стадии могут длиться по времени, получается, от 5 до 12 лет. И когда у защитников достигается критическое низкое число, то у человека развивается СПИД. Характерные, конечно же, признаки. Наступает истощение, длительное время держится лихорадка, выраженная интоксикация. Больной все время проводит уже в кровати, развивается слабоумие, то есть подвержена всей системе, все органы человека данному заболеванию. Содержание лимфоцитов достигает критических величин, и болезнь прогрессирует, и больной впоследствии погибает. Пути передачи ВИЧ хорошо изучены наукой. Во-первых, вирус может попасть человеку при контакте кровь-кровь. Это происходит, когда используют нестерильные медицинские инструменты, такие как скальпели, шприцы. Переливают непроверенную кровь, но в данном случае уже достаточно редкий, так как кровь тщательно проверяется. Переливают уже в пунктах переливания. Но чаще всего заражение происходит через иглу при употреблении наркотиков. Риск заражения ВИЧ-инфекции есть при использовании даже чужих предметов личной гигиены, таких как бритва, зубные щетки, маникюрные принадлежности. Также есть риск при прокалывании ушей, пирсинге, татуировке. Второй случай ВИЧ передается при незащищенном половом контакте. Составляет 51%, то есть это самый распространенный путь заражения. Вирус проникает внутрь организма через слизистую и открытые ранки на коже. А через здоровую, неповрежденную кожу вирус проникнуть не может. Ну и третий путь передачи – это от инфицированной матери. То есть во время родов или же в период грудного вскармливания. Но даже у инфицированной матери могут родиться здоровые дети, если она принимала терапевтическое лечение специально для ВИЧ-инфицированных людей. Тогда риск передать ребенку вируса уменьшается на 2-3%. Другие жидкости человека, такие как слюна, пот, слезы, они не опасны, так как вирус там находится в очень маленькой концентрации. Например, для того, чтобы заразиться от человека при поцелуе, слюны потребуются, грубо так сказать, 3 литра фото при объятиях. Получается, тогда это целая ванна понадобится, ну а слез, соответственно, целый бассейн. Так что целоваться, обниматься с ВИЧ-инфицированными людьми безопасно. ВИЧ также не передается через рукопожатие. Если пожать руку инфицированному человеку, конечно же, или его обнять, потому что неповрежденная кожа – это непреодолимый барьер для вирусов ВИЧ-инфекции. Также ВИЧ не передается через полотенца, через одежду, через постельное белье. И вирус быстро погибает во внешней среде, поэтому заразиться также в бассейне, в сауне или при принятии в ванны невозможно. То есть за 30 лет эпидемии ВИЧ-инфекции ВИЧ не передался в маникюрном салоне, ни у стоматолога. Это говорит о том, что практического риска передачи вируса нет. Но если инструменты не дезинфицируются как следует, то есть вероятность заразиться другими, не менее опасными инфекциями, такими как вирусные гепатиты В и С. А теперь рейтинг самых, можно так сказать, мифов о ВИЧ. То есть самое популярное заблуждение о том, что комары переносят вирус. Если все кровососущие насекомые переносили вирус, то сейчас бы, наверное, все население Земли было бы заражено ВИЧ-инфекцией. Это не происходит, потому что, во-первых, как мы уже сказали, ВИЧ может жить и размножаться только в организме человека. И, во-вторых, ученые доказали, что на хоботке комара содержание вирусов достаточно маленькое, и что для заражения недостаточно. Следующий миф, это самый такой зловещий, это ВИЧ-террористы заходят в автобусы, там трамваи, и начинают колоть людей зараженными иглами. Или же на лавочках оставляют иглы, то есть человек может уколоться и заразиться. Это миф. Возник он еще в самом начале эпидемии, но за 15 лет официальная медицина Казахстана не зафиксировала ни одного подобного факта. Даже если представить эту ситуацию, то, конечно, первое, мы знаем, вирус во внешней среде достаточно быстро погибает. И второе, при таком внутримышечном уколе, опять же, вируса не хватит для заражения. И самый такой нелепый третий миф, это дети с ВИЧ-инфекцией опасны. То есть если инфицированный ребенок в детском саду укусит здорового ребенка, то он его заразит. И поэтому больным детям с ВИЧ-инфекцией нельзя посещать детские сады, школы. Ну это, конечно же, миф. В истории вируса именно дефицита человека не было ни одного случая отмеченного, чтобы таким путем заразился хоть один ребенок. Для тех, кто сомневается, можно задать вопрос, как часто вас ребенок кусал до крови. И нужно вспомнить, опять же, сколько слюны нужно передать, чтобы вирус передался к вам. Итак, хочу еще раз повторить. ВИЧ передается только через кровь. При внутривенном введении наркотиков, при использовании нестерильных инструментов, при незащищенном половом контакте от матери ребенка во время родов и в период грудного вскармливания. Соблюдая простые правила профилактики, можно сохранить свое здоровье и здоровье близких. Мы призываем не употреблять наркотиков. В этом случае у вас появится множество сложных проблем, в том числе развитие инфекционных заболеваний, таких как гепатит, ВИЧ-инфекция, общие шприцы, иглы, посуда для приготовления наркотиков. Все это создает высокий риск для заражения. Даже самый опытный наркоман со стажем или тот, кто впервые пробует уколоться, то есть от этого не застрахован. Также при нанесении татуировок необходимо использовать одноразовые или простерилизированные инструменты. Также не употреблять алкоголь, другие психоактивные вещества, какие-то таблетки, так как они сами по себе не приводят к заражению, но под их действием контроль у человека теряется и риск заражения половым путем уже возрастает. Чем больше половых партнеров, тем выше вероятность заразиться ВИЧ-инфекцией. Однако ВИЧ-инфекция можно также заразиться при наличии одного полового партнера, если он ВИЧ-инфицирован, а вы не предохраняетесь презервативами. Также во внешнюю среду нельзя, по внешнему виду нельзя определить, болен ли человек или ВИЧ-инфекцией или нет. Узнать это можно только при сдаче анализов крови. Первое время после заражения тест, конечно, не покажет, есть ли заражение или его нет. Этот период, когда еще нельзя определить заболевание, называется периодом окна и длится он до 6 месяцев. То есть самый точный результат можно получить через полгода после опасного контакта. Пройти тест легко, его можно сделать бесплатно в спид-центрах или поликлиниках. Информацию о результатах исследования конфиденциально, то есть если человеку уже есть 15 лет, то о ее анализах сообщат только пациенту и никому другому. Также пройти тест можно и анонимно, не предъявляя паспорта. Ну а сейчас хотелось бы сказать, что избежать заражения возможно, соблюдая определенные правила безопасного поведения. Я бы хотела показать вам видеоролик. Да, это не тот статус, что будешь публиковать в соцсетях. Но знать его важно и необходимо. По оценкам ЮНЕЙТС, более 9 миллионов человек, живущих с ВИЧ, не знают своего статуса. И чаще всего ВИЧ передается через незащищенные половые связи. Многие проходят тестирование только при необходимости, например, при беременности, и слишком поздно обнаруживают проблему. А ведь человек с ВИЧ может жить полноценно, если получает включение. Помните поговорку? Предупрежден, значит вооружен. Защита от ВИЧ начинается с осведомленности. Пройти тестирование на ВИЧ можно в медицинских учреждениях. Узнай свой статус. Да, мы достигли существенного прогресса, но впереди много работы. Защити себя и своих близких от ВИЧ. Пройди тестирование сегодня. Узнайте свой статус. Ну и у меня на этом все. Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. Спасибо за внимание.